На улице Пугачёва машины ездят прямо по тротуару. Жители жалуются на постоянную войну с водителями. В час пик ситуации становится особо опасной. Люди боятся попасть под колёса. Дорога сузилась до таких размеров, что две машины уже просто разъехаться не могут, и поэтому заезжают на тротуар. При этом водители совершенно не церемонятся с пешеходами. То есть их не сдерживают мамы с колясками, с санками, школьники, идущие из школы в школу, и пенсионеры. Тротуар на улице Пугачёва появился в 2014 году. До этого люди ходили прямо по проезжей части. Сейчас практически ничего не изменилось. Половина пешеходной дорожки превратилась обратно в проезжую. Здесь пешеходный тротуар. Он начинается вот отсюда, и практически 60% его уже превратили в дорожную проезжую часть. Ширина этой дороги всего 3,5 метра. Интенсивный трафик машин приводит к постоянным конфликтам. Пенсионерка Ирина Фомина рассказывает, когда она идёт по тротуару, водители часто показывают ей непристойные жесты. Я иду по тротуару навстречу машинам, которые едут. И они меня видят прекрасно. И я им говорю, ну, мне вообще негде пройти, тем более он весь косой. Надо идти очень аккуратно. Я хожу даже с лыжной палкой. Кто показывает около виска, подкручивает, кто помашет, очень нагло себя ведут. Особенно возмущает жителей то, что по узкой дороге ездят грузовики. Водители большегрузов не обращают внимания на знак о запрете движения. Они создают шум и ямы в асфальте. Жалуются люди. Эта зона в районе частных домов доставляет неудобства всем, в том числе и автомобилистам. Мало того, что здесь очень тесно ездить, она здесь всегда убитая, разбитая, потому что здесь нет больше объезда, она всегда в отвратительном состоянии находится. Водители постоянно выезжают на тротуары. Постоянно выезжают на тротуары. Просто это бесконечно. Сколько здесь аварий уже произошло, меня у самой оторвали просто боковое зеркало. Проблемы на улице Пугачёва начались давно, ещё при застройке юго-западного района. За 15 лет жители отправили десятки обращений в различные инстанции. Мы обращались, если предыстория, так мы и обращались и к Орловой, к Сипягину, мы обращались к Шохину. Мы во все инстанции. Нас направляли в ЖКХ. Мы писали в ЖКХ, ГИБДД. Фаина Лазарева рассказывает, она была на приёме в мэрии, когда только разрабатывали проект развязки Насперанского. По словам женщины, людям обещали соединить новую развязку с улицей Красной и таким образом перенаправить трафик на неё. Вот только планы в жизни воплотились. Дорожный эксперт Сергей Федяев считает, что есть ещё один способ помочь жителям. Чтобы было пешеходам безопасно и комфортно ездить водителям по улице Пугачёва, необходимо её отремонтировать. Она относится к категории четвёртой дорог, четвёртая категория дорог, то есть её предусмотреть ширину не более пяти метров, это предусмотрено по этой категории, и сделать односторонним движением. За обустройство уличной дорожной сети отвечает городская администрация, а конкретно управление ЖКХ. Оперативно дать комментарий в мэрии не смогли. Мы отправили официальный запрос. А что касается нарушителей движения, им грозит административное наказание. Здесь уже должны подключиться госавтоинспекторы. Движение по тротуарам на транспортных средствах запрещено. В данном случае предусмотрены административные санкции. На сайте госавтоинспекции имеется раздел обращений, где любые граждане могут оставить те или иные комментарии для привлечения других участников дорожного движения к административной ответственности. Для этого нужно зафиксировать езду по тротуару на фото- или видеосъемку, а затем написать жалобу в ГИБДД. Нерадивым водителям грозит штраф в 2000 рублей. По всей видимости, пока власти не обратят должного внимания на проблемы улицы Пугачева, жителям только и остается, что бороться с нарушителями самостоятельно. Мария Гончарова, Егор Дейкевич, 6 канал.